Впервые коричнево-мраморный клоп был замечен на курорте в 2014 году. В 2017-м насекомое стало карантинным. Сейчас вредитель выходит из спячки. Учитывая, что эта зима была теплой, потери популяции составили не более 30%. В отличие от прошлого года, когда морозы уничтожили до 70% этих насекомых. Для зимовки клопы выбирают сухие помещения, чердаки, хозпостройки, дровяные склады. И именно сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы сократить популяцию этих вредителей. Пока клоп не вышел из мест убежищ, у нас где-то примерно месяц есть, он будет сохраняться в местах своих зимних убежищ, судя по прогнозу погоды на апрель месяц. Это механический сбор, механическое уничтожение, утопление, раздавливание, утопление в банке с керосином и так далее. Как только клоп выйдет из мест зимовки, здесь только спасет химическая обработка. Только, да, точечная, да, локальная, но обработки придется проводить. Для этого используются препараты перитроидной и неоникотиноидной группы. Выбрать их помогут консультанты в любом садовом магазине. Также можно использовать световые и феромонные ловушки, но они не так эффективны. Первые обработки должны пройти в конце апреля, сразу после выхода клопов из зимовки. В первую очередь необходимо уделить внимание плодовым деревьям, особенно ранним. Лавровишни, шелковицы, мушмуле. Именно эти плоды используют клопы, чтобы восстановить силы после спячки. В конце мая-начале июня начнется обработка фундука и более поздних плодовых культур. Яблонь, персика, груши, сливы и алычи. И с середины лета субтропических культур. Это мандарин, хурма и прочее. Опасны коричнево-мраморные клопы и для овощей. Страдают помидоры, болгарский перец, бобовый, кукуруза. Плоды деформируются под кожицей, появляется гниль. Размножается клоп в геометрической прогрессии. Одна самка за сезон может отложить до 300 яиц. При этом происходят две-три кладки. От стадии личинки до взрослой особи проходит 40-50 дней. Для соседней Абхазии коричнево-мраморный клоп стал настоящим бедствием. В прошлом году было уничтожено до половины урожая фундука и цитрусовых. Мугдин-Чермит поручил создать во всех районах города штабы по борьбе с коричнево-мраморным клопом. В них войдут руководители сельских поселений, специалисты Россельхознадзора, представители санаторно-курортной отрасли, заповедника и нацпарка, председатели ТОСов, гаражных кооперативов, управляющих компаний. Для жителей подготовлены специальные памятки. Чтобы вы оповестили жильцов, у многих есть дачи, у многих есть загородные дома. Поэтому управляющим компаниям надо проверить чердаки. Они присутствуют в том числе и в городской черте. Поэтому надо обследовать чердаки, щели, закоулки для того, чтобы исключить возможность их нахождения у нас здесь и в городской черте. Штабы уже сформированы. В ближайшие 2-3 дня во всех районах пройдут собрания. Жителям объяснят, как именно бороться с клопом. Первое заседание районного штаба состоялось сегодня в Лазаревском. Галина Моисеева, Телекомпания, ВКТ.